Привет-привет, книжный мир, с вами Лена. И сегодня, на самом деле, я хотела отчитаться по марафону Три товарища, но то, как я хотела по нему отчитаться, не сложилось. Завтра буду пробовать опять и надеюсь, что в понедельник ролик выйдет именно в таком формате, в котором я его видела. Ну а сегодня я решила пройти тег, который мне передала Оксана с канала Oxbooks. Наверное, это была судьба, что у меня этот тег как план Б на этот пятничный ролик есть. Поэтому мистер Медведь, как всегда, со мной и давайте начнем. Первый вопрос. Где вы обычно читаете? Везде. В кровати, на кухне, в метро, в машине, в автобусе, в самолете, за границей. Везде. Всегда меня нельзя остановить. Если неудобно читать, слушаю аудиокнигу, хотя у меня для аудиокниг есть специальные форматы, которые люблю слушать. Если книги нет в наличной, я очень хочу прочитать. Читаю в аудио, в аудио, в электронном формате, в телефоне, но опять же, везде, где можно этот телефон взять в руки. Второй вопрос. Книжные закладки или просто листок бумаги? До того, как я познакомилась с Юлей и получила прекраснейшие закладки, в принципе, мне могли злокладками служить и листики какие-то, лейблы с одежды. В общем, все, что угодно. Может быть, какой-то чек иногда памятный. Все, что можно, и я, в общем, закладывала. Но сейчас я люблю именно закладки, потому что я их тоже подбираю по темазике, по цвету. Ну и, как я сказала, теперь, когда у меня вообще есть самые лучшие в мире закладки от Юли, самые лучшие в плане красоты и качества, мне кажется, уже листик будет редким исключением. Хотя ничего против не имею, мне кажется, в этом есть тоже какой-то шарм, своя изюминка и уникальность. Третье. Вы можете просто остановиться во время чтения. Могу, если оставят, но для меня не принципиально дочитывать до конца главы, но хотя бы, знаете, до разрыва между абзацами я пытаюсь остановиться. Или хотя бы до конца абзаца. И если говорят, Лена, я говорю, подожди, подожди, там две странички, две строчки. Не люблю останавливаться, люблю какое-то логическое завершение. Четвертое. Вы едите или пьете во время еды. Есть неудобно, но иногда какой-то фрукт могу похрумкивать. Да, люблю пить чай или кофе или хотя бы воду попивать. О, Баблти, как я скучаю по Баблти. Я знаю, где они продаются в Питере, но вы знаете, что я живу в пригороде, здесь нету. Но да, пью частенько, ем редко, просто неудобно. Пятое. Телевизор или музыка во время чтения. Я ненавижу телек. Мы не говорим об экране и ютубе, где вы сами выбираете, что вы хотите смотреть. Я люблю смотреть ролики на ютуб, люблю смотреть сериалы, но телек, как таковой, вот даже звук, который идет, ненавижу. И вот телевизор меня действительно отвлекает от чтения. А вот с музыкой, что удивительно, даже это если какой-то ор, попса, рок, я абстрагируюсь и могу, в принципе, погрузиться в историю, и музыка у меня не отличет. Но если спросите, лучше выключить музыку, то да, лучше выключить музыку. Люблю читать в тишине. Шестое. По одной книге за раз или сразу несколько книг. Я люблю, да, люблю, могу, читаю за раз несколько книг, но они должны быть либо очень в разных жанрах написаны, либо они должны быть написаны на двух разных языках. Либо это может быть художка, нонфик и английский, и аудиокнига. Но это уже много. Нет, они все еще сверлят. Но я надеюсь, что это было быстро, и мы продолжим. Или нет. Я решила, пока сверлят. Давайте здороваться. Продолжаю. Так вот, точно сверление хуже телека, это только сверление. Так, так, так. Седьмое. Вы всегда читаете дома или где-нибудь еще, где угодно, где есть возможность, и где тебя не сочтут, не знаю, антисоциальным, что пришел в компанию, ты здесь с книжкой. Лучше вообще-то никуда не ходить, сказать, что ты занят. Ну, ты и так занят, занят чтением. Восьмое. Читать слух или про себя? Только про себя. Но есть книга Роберта Фулгема, там потрясающее чувство юмора, поэтому вот его книги я очень часто читаю вслух, потому что я и вслух смеюсь, и я вслух читаю и придаю интонации всем его фразам. Но это, наверное, редкое исключение. Да, когда я читаю вслух, это только Роберт Фулгем порой. Девятое. Пропускаете ли вы страницы во время чтения? Я не люблю описание природы читать, наверное, еще со школьной скамьи, мне это скучно, и я их иногда могу прочитать по диагонали. Единственное исключение — это там, где раки поют. Если бы все книги были написаны так, я имею в виду описание природы, как там, где раки поют, я бы никогда не пропускала. Что касается других, там, описание квартиры, диалоги, конечно, никогда не пропускаю. Нет, на самом деле, наверное, все-таки не пропускаю, и исключение только для природы, и если ее очень много, если чуть-чуть, то читаю, не пропускаю, не читаю по вершкам. Если книга не нравится, я ее просто не заканчиваю. Так, десятое. Бережно ли вы читаете книги? Да. Да, я ничего не имею против букинистики, но не знаю. Посадить пятно на книжку страшно. Я не знаю, почему. Мне не жалко сделать запись, об этом еще будет вопрос. Мне не жалко, да, загнуть страничку. Не жалко, если корешок вот туда вот на сгибе мнется. Но вот если посажу какое-то пятно незапланированное, или если обложка порвется, мне как-то жалко. Не знаю, просто книгу жалко. И одиннадцатое. Вы пишете в книгах? Да. Я пишу, опять же, в определенных книгах, в которых я вижу, что автор со мной играет, подкидывает мне ключики, и я пишу. О, я нашла ключик, или это относится к тому-то, кажется, это вот это. В общем, если есть какие-то ассоциации или ключи, да, я пишу. Так было с байет. Иногда пишу свои впечатления, когда мне кажется, что вот именно в этой части я поняла героя. Так было в маленькой жизни. Я писала, выделяла какие-то куски для понимания героя. Если это просто красивые цитаты, я в них не пишу. Я в них заклеиваю эту часть с воши-тейпами. То есть книгу мне не жалко. Как я сказала, мне жалко, может быть, ее наружу, а все, что внутри, я отпускаю свои страсти, мордасти, волю, делаю с этой книгой все, что хочу и допишу. Хотя, опять же, опять-таки же, не во всех. В некоторых книгах просто можно поразмышлять, схватить эмоцию и ничего не записывать. И последний, двенадцатый вопрос. Кому вы передаете этот тег? Передам я этот тег двум людям. Юлим с канала Scrabbox, потому что, Юля, ты знаешь, почему я передаю тебе этот тег. И Риша с канала Rishamai. Вдруг ты не проходила еще этот тег, хотя, наверное, надо было перепроверить. Поэтому, если вдруг ты его не проходила, прошу, будет очень интересно узнать, как же ты читаешь книги. Не только что ты читаешь, но и как ты читаешь. Всем вам я желаю отличного, просто прекраснейшего наступающего выходного, выходных дней. Выходных, боже мой, неужели они не сверлят? И в этот раз я с ними не договорилась. Пусть все люди будут вокруг с коворчивыми. И когда у вас будут какие-то ваши дела, пусть ваш план ничто не нарушает, как у меня сегодня. Ну и, в принципе, чтобы у вас всегда был какой-то повод улыбнуться. Ну а сегодня пятница, это как минимум один и очень главный важный повод чувствовать себя прекрасно и быть в отличном настроении. Поэтому я всем всего желаю самого хорошего. И до встречи, надеюсь, в понедельник с тремя товарищами. Пока, 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 пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok